Здравствуйте, меня зовут Леня Смарагдова и рубрика «Уроки рисования со Смарагдовой». Сегодня у нас вторая часть, посвященная комиксам, а точнее создания персонажей. Каждый из нас знает, что комиксы состоят из несколько очень важных частей. Первое – это жанр, в котором вы работаете. Второй момент – это главные герои, фон, то есть всё, что у нас находится сзади героев и всё, что окружает героев, начиная от пространства, заканчивая различными природными объектами, и непосредственно сюжет. Мы сейчас рассмотрим, как сделать очень быстро, очень просто забавных персонажей. Скажу сразу, что я вдохновилась от американских коллег. Ссылку я вам оставлю внизу. И мы сейчас возьмём очень простую форму – это форма яйца. И начнём мы с неё создавать героев. Понятно, что всё, что бы вы ни взяли, будь то яйца, лист бумаги, губка Боб, да, сразу вспоминаешь, лампочку, кошку, собаку, авокадо – они все будут очеловечены. И сейчас мы с вами видим, как создаются вот эти самые простые персонажи. Они, прежде всего, основаны на геометрических фигурах. Именно поэтому самая простая форма – это форма яйца или круга. Здесь я беру в том числе и геометрические фигуры, и потом уже природную форму в виде банана. Что здесь очень важно знать и уметь? Необходимо в любом случае в данном стиле рисования поставленная базовая техника рисунка – это геометрия, это пропорции и небольшое знание анатомии. Именно когда вы прерабатываете лица, вы всё равно знаете, где что должно находиться. Но вот именно из природных форм или каких-то бытовых предметов создавать героев максимально просто, потому что здесь не требуется каких-то дополнительных навыков, кроме знания геометрии и пропорций и немного знания анатомии лица. То есть лица, ног, здесь всегда можно обыграть, если вы нарушаете где-то пропорции, но это ничего страшного, это может быть ваш конёк. Я осознанно не стала брать героев комиксов Marvel по той причине, что там необходимо знание, идеальное знание, классической анатомии, классического рисунка по построению человека, зданий, предметов. То есть это вот ближе к такому жёсткому реализму. И прерисовывание одного героя может занимать очень много часов. И действительно, если ты работаешь с хрониками, почему с хрониками, с комиксами, с героями Marvel, то, безусловно, это ребята высочайшего уровня художники. И они специализируются конкретно на подобных рисунках. Сейчас мы с вами видим, как заканчиваем. Доводятся до деталей какие-то мелкие нюансы. Здесь я делаю всё в произвольной форме. И, как вы видите, здесь абсолютно всё построено на геометрических фигурах. И достаточно просто начать это делать. Обратите внимание на мелкие детали. Здесь я добавляю объём за счёт микро-штриховок, за счёт микролиний. Безусловно, здесь уже необходимо уметь работать с объёмом. И придавать форму. То есть вывести из плоскостного рисунка в объёмный. Так что это, я думаю, что это просто. Те, кто только начинает рисовать, вы должны просто тренироваться. Не пугайтесь, ничего тут страшного. Просто очень много практики у вас получится. Возможно, вы найдёте какие-то свои формы героев. Ну, всегда начинайте вот с самого простого, то есть оглядываетесь. Сейчас у нас будет несколько посложнее. Как вы видите, здесь идёт основа немного на классическую анатомию лица. И когда мы рисуем лицо, то мы создаём такой, как это, крестик, который станет нашим позвоночником нашего рисунка, той самой базы. И как вы видите, что центральная ось у нас с вами идёт вдоль лица, а глаза находятся чуть выше, чем горизонтальная линия. И здесь мы уже тоже опираемся на анатомию, но она здесь достаточно упрощённая. Как вы посмотрите, что уши у нас начинаются, если быть мы верхнюю точку, с линии, которая проходит по середине нашей горизонтальной линии, и заканчивается там, где будут идти глаза. И заканчивается там, где у нас начинается рот. Ну, вернее, как раз вот эта линия рта. Это анатомические приёмы. Здесь также учитывается элементы понимания рисования черепа. За счёт этого у нас, опять же, создаются прически. Они у нас не плоские, а достаточно объёмные. И здесь действительно необходим вот этот дополнительный навык, знание базовой анатомии по строению черепа человека. Сейчас мы с вами берём абсолютно разные формы лиц. Вначале это был у нас такой овал, потом такой, не знаю, как перевёрнутая клизма, да? Я не знаю, как это по-другому сказать. Потом у нас мы взяли овал, который уже лежит на горизонтальной плоскости. Здесь мы берём перевёрнутую клизму, да, которая смотрит вверх. И помните, был мультик, господи, как же его зовут, друзья? Там такой рыжий парень, господи, в моём детстве. Арнольд. Арнольд им назывался, вот похож на того героя. Сейчас мы берём больше прямоугольную такую форму и с ней работаем. Как видите, разная геометрическая форма лица даёт абсолютно разные впечатления от героев. Хотя вроде бы, да, что я тут такого добавляю? Меняется только прическа, непосредственно сама форма лица. И как бы по большому счёту всё. Но посмотрите, какие разные типажи героев у нас. И считываются они просто идеально. И сейчас самое главное вам начать рисовать. То есть здесь я поняла, когда я уже монтировала это видео, что в половине не видно. Я перекрываю своей рукой процесс рисования. Но, ребята, исправляясь, я всё-таки юный блогер. И, ну, дальше лучше я учитываю свои какие-то косяки. Я понимаю, что вам хочется смотреть не на руку, которую всё перекрывает, да, а всё-таки на сам процесс. Я с этим приму к сведению. Следующий наш урок будет как раз, я надеюсь, с более правильного ракурса взят. Обратите внимание, что я добавляю здесь детали. Такие микро-микро линии. Как раз здесь у нас знание объёма пригождается. Знание анатомических каких-то моментов. Потому что здесь уже такая лёгкая анатомия, и без неё никуда мы не денемся. Если вы посмотрите на принцип этих рисунков, это ближе к американской и европейской школе. Она несколько отличается от российской. К сожалению, я российскую плохо знаю. Но у меня почему-то ощущение, что это всё время какие-то карикатуры. А сейчас мы с вами порезвимся. И в третьей части мы с вами будем создавать персонажей абсолютно на бум. Обратите внимание, что здесь я уже не выстраиваю никаких линий дополнительных. Что здесь идёт такой именно произвольный рисунок. И я вам советую обязательно потестировать его. Сделать огромное количество своих персонажей. И тоже обратите внимание, несмотря на то, что я здесь не создаю линии, но в моей голове очень чётко зафиксирована привычка понимать анатомию и понимать объём. Это меня спасает, когда я не делаю никаких построений. И сейчас ещё, когда вы закончите смотреть урок, я вам скинула ссылку на шаблоны для комиксов. То есть там уже созданы рамки и созданы облачка. И вы можете просто распечатать. Я взяла это тоже у девочки, коллеги. Она, по-моему, или из Британии, или из Америки. Я могу путать. Она сделала эти шаблоны для детей. Но ссылку я скину. Очень мне она нравится. И действительно, она очень подаёт такой материал. Если вы знаете английский. Мне не заплатили, но я рекомендую. В общем, все ссылки, которые меня вдохновляют, я вам скинула. И сейчас вы видите, как абсолютно из предметов, которые меня окружают, и каких-то произвольных линий создаются новые персонажи. И вы тоже можете тестировать это всё. Поэтому просто проявите смелость и исследуйте этот мир. Наделяйте ваши привычные предметы жизнью. Если вам нравится то, что я делаю, ваши лайки, комментарии и обратная связь даст мне вдохновение и поддержку. Я буду чувствовать вашу любовь, что всё не зря, всё не зря. А если вы подпишетесь на канал, вы будете видеть, как много и лучше становится этот канал. Что-то я какую-то фигню сказала, да, в конце. Ну, в общем, вы меня поняли, да, что ваши лайки и подписки и комментарии это всё-таки поддержка для художника, бесплатная. И сейчас вы видите, как я уже заканчиваю делать таких необычных героев. И мне очень хочется посмотреть, что же сделали потом вы. Если вы имеете возможность, пожалуйста, скиньте мне в Инстаграм ваши работы, вдохновлённые этим уроком. Я очень-очень любопытна. Всё. Я вас люблю. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok